Мне нужен кто-то из вас, кто гордится своими проблемами. Я создаю себе проблемы, чтобы мне не было скучно в жизни. Я создаю себе долги, чтобы зарабатывать. У меня просто полное ощущение, что я живу не свою жизнь. А если, значит, эту борьбу убрать, принять, что я такой же человек, как и остальные, где энергию-то брать? Я вчера прилетела в Москву и первым делом пошла на нулевой километр, встала и сказала, всё, я начинаю с нуля. Я тебе просто предлагаю бензоколоночку другого качества. Если что, ты можешь вернуться. Но двигатель может недолго проработать вот на таком типе энергии. Я много раз предавала свои мечты, потому что это был мой способ выжить. Я жду, когда мы уже будем веселиться. Граждане инопланетяне, вы бы устраивали слёт где-нибудь в других местах. Парам-парам-пам-пам! И это шоу-метод, шоу без сценария. Сегодня мы разберём с вами тему проблемы и как вы их решаете. Мне нужен кто-то из вас, кто гордится своими проблемами. Я их решил, но у меня есть новые. Кто создаёт их, ну или кому жизнь подкидывает их в огромном количестве. Вы их всё время решаете, что-то с этим делаете. Поднимите руки, кто хочет поделиться своими проблемами. Нет? Ни у кого нет проблем? Расходимся! Слушайте, я так рада за вас. Прям результат налицо, что практически мне не с чем работать, понимаете? Такс. Ну это радостно. Давайте с вами. Прям даже удивительно как-то. А кому актуально, ладно? А я-то уж надеялась, верила. Думала, что ну наконец-то. Привет. Да, всем здравствуйте. Как тебя зовут? Я Валентина. Какая красивая Валентина. Спасибо. Ты откликнулась на тему проблемы. Да. Поделись, что ты имеешь в виду и с чем хочешь поработать. Я создаю себе проблемы, чтобы мне не было скучно в жизни. И всем об этом рассказываю. Что я вот это вот не этот, потому что у меня проблемы. Вот там-то я вот это решила, я молодец. А тут новые подоспели. И каждый раз всё интереснее, интереснее. Можешь поделиться примерами? Какого типа проблемы у тебя прямо сейчас актуальны? Это очень волнительно, если честно. Я прилетела из Краснодара к вам. Но ты на таможне задекларировала все проблемы. Я вон везу, у меня одни. У меня тут багаж больше 23 килограмм. Да, ну что касается работы, да, в работе. Вот я работаю, создаю сама себе проблемы, чтобы потом их решать. И показывать другим, что вот я молодец, я справилась с этими проблемами. Так же и в жизни происходит. Но ты уже со всем справилась? Нет, конечно. С одними справилась, другие вылазят. Так же долги с одними справилась, другие вылазят. Давай чего-нибудь поставим. Есть какая-то актуальная проблема? А проблема выбора подходит? У меня постоянно выбор. То-то выбрать, то-то выбрать. Нужна конкретика. Дай конкретный запрос. Проблема в отношениях подойдет? Но это достаточно тебя беспокоит? Ну, я думаю, что это самое актуальное на данный момент для меня сейчас. Семья, отношения, да. Давай. Что происходит? Отношений нет, семьи нет. Есть сын 12 лет. И вот в 12 лет я одна воспитываю сына. И у тебя не было отношений 12 лет? Все эти 12 лет нет, не было отношений. Я решила, что я собой займусь и сама себе вру, что мне и так хорошо. А внутренне-то хочется семью и отношений. Семья и отношения. А чего хочется? Хочется крепкой семье, классных, серьезных отношений, стабильных, счастливых. Счастья хочется, на самом деле. А как оно выглядит? Хороший вопрос. Ну, вот для меня я счастливая, когда вот внутреннее состояние такой эйфории, радости. Внутреннее это как-то исходит. Что я внутренне успокоюсь и скажу, все, я счастлива. Какой идеальный результат? Какой идеальный результат в отношениях, чтобы рядом был мужчина, с которым мы просто будем вместе рядом. Вместе будет кайфово путешествовать, вместе будет кайфово заниматься, хотя бы отдыхать. То есть мужчина для отдыха нужен? Нет, не только для отдыха. Нужна конкретика. Ну, чтобы строить с ним семью, рожать детей, строить дом. Это уже 15 запросов. Подожди. Машину, квартиру, мужа богатого, реализация счастья, там что еще. Давай поконкретнее. Счастье, семья, что еще? Понимаешь, мне очень сложно будет тебе помочь, если непонятно, как выглядит хороший результат. Непонятно, к чему тебя вести. И каждый раз, когда я пытаюсь уточнить этот запрос, да, что как конкретно ты поймешь, что это произошло. Ты говоришь, ну вот, мужчина, чтобы путешествовать вместе. Я говорю, ну мужчина для отдыха, ты такая, нет, не только. И начинается. И каждый раз нет вот этой, ну, конкретики, понимаешь? Это вот письмо Деду Морозу. Ты пишешь когда? Ты там, когда описываешь, вроде бы слов много написано. А я такая, окей, а мне вот, что конкретно тебе принести? Васю или браслетик или, не знаю, премию? Ну что? Или елку новую? Непонятно. Вот так и по жизни у меня. И понятно вроде. Чего ты хочешь? Вот это интерес. Скажи, и похоже на то? И похоже на то? Что я не знаю. Что я не знаю? Чего я хочу? Чего я хочу. И я даю этому место? Я даю этому место. А пока я не знаю, чего я хочу? А пока я не знаю, чего я хочу? Я стимулирую себя Я стимулирую себя Решением проблем Решением проблем Проблемы для меня Проблемы для меня Это несущая конструкция Это несущая конструкция Я организую себе смысл жизни Я организую себе смысл жизни Проблемами Проблемами И пока я не знаю, чего я хочу И пока я не знаю, чего я хочу Мои проблемы Мои проблемы Помогают находить мне стимул Проснуться завтра Я даю этому место Похоже? Вот поэтому я и не могу зацепиться А что ты хочешь? Как будет выглядеть идеальный результат? Хорошо Мне нужен кто-то, кто будет Фигуры заместителя Валентины Есть желающие? А вот давайте, девушка в сером костюме Заходите Мне нужна сразу фигура проблем Слушай, выбор такой большой Прям даже не знаю, какую Одна проблема, другой краше А вот девушка в костюме В клеточку Да, в клеточку костюмчик Симпатичные проблемы тебе нашла Спасибо Не благодарите Так, тебя, проблемы И давай Желание Что-нибудь хочешь, кроме проблем? Я хочу жить свою жизнь Снова максимально неконкретно Как? У меня просто полное ощущение Что я живу не свою жизнь Вот представь Однажды утром Летним днём К тебе приходит Доставка Стучат в дверь Курьер говорит Здравствуйте, я вам привёз А, вот посылочка И на ней написано Своя жизнь Как ты конкретно В своей реальной жизни Поймёшь, что это произошло Потому что вы начинаете Описывать какими-то метафорами Чего вы хотите Как конкретно В твоей реальной жизни Это выглядит Непонятно Заходите Как вас зовут? Валентина Побудьте, пожалуйста Фигурой Валентины Заместителем И Вы Можете опираться На свои чувства Логикой мы здесь Не пройдём Здесь важны Чувства И вы можете Занимать любое место В пространстве Вот Которое вам доступно Я вас никак Не ограничиваю Но уже интересно Правда? Заходите Проблемы Мы вас ждали Здравствуйте Как вас зовут? Снежана Снежана Побудьте фигурой проблем Также ориентируйтесь На свои чувства И можете Занимать любое место В пространстве Как ощущаете И давайте Ещё одну фигуру Фигуру желаний Мне нужны Желания Такие хорошие Желания Вот Девушка В чёрном платье Давайте Да Да-да Красивые Желания Красивые Проблемы Как интересно У вас тут Как ты себя Чувствуешь? Ну Когда Вошли Проблемы У меня Прям Аж вот здесь Вот Аж всё Так вот Напряжение Невероятное Ну это же твои Родненькие Да У вас даже Немножечко Принт чем-то похож Такой прям Активный Как себя фигуру Валентины чувствует? Сердце колотится И всё? Жар в руках Дышать Немножко тяжело Стараясь Как бы Немножко так Успокоить И замедлить дыхание Да То же самое Жар в руках Прям Сердце Прогнет Просто невероятно Желание Года Как вас зовут? Елена Елена Побудьте Пожалуйста Фигурой Желания И можете Занять Любое место В пространстве Скажи Я признаю И принимаю Я признаю И принимаю Что я не знаю Чего я хочу Что я не знаю Чего я хочу Я привыкла хотеть Я привыкла хотеть То что мне говорила мама То что мне говорила мама И я даю этому место И я даю этому место И мою маму зовут Елена Скажи И похоже на то И похоже на то Что мне привычнее Что мне привычнее Исполнять мамины желания Исполнять мамины желания И мне пришлось И мне пришлось Отказаться от своих желаний Отказаться от своих желаний В пользу маминых желаний В пользу маминых желаний И я даю этому место И я даю этому место. Скажи, а свою жизнь? А свою жизнь? Я привыкла организовывать? Я привыкла организовывать? Проблемами. Проблемами. И я даю этому место. И я даю этому место. Да, так и есть. Знаете, когда ребёнок маленький, и если его желания не учитываются, говорят, что это несерьёзное, да что ты фантазируешь, выдумываешь, или денег нет, мы не можем тебе это дать, и на всё идёт нет-нет-нет, отказ, то ребёнку становится проще, чтобы не конфликтовать с системой, не конфликтовать с матерью, а отказаться от своих желаний и делать то, что скажет мама. Много хочешь, мало получишь. Вот вырастешь, и тогда будешь хотеть. Вот сама заработаешь, тогда и купишь себе. А сейчас будешь ешь, что дают, а не то, что ты хочешь. Какие там ещё фразы были от родителей? Да, мало ли что ты хочешь. И тогда и формируется вот эта привычка отказываться от того, а что хочу я. А вот это «а что хочу я», вот этот импульс, желание, он запускает некий такой внутренний огонь, интерес, импульс, энергию на то, чтобы что-то сделать. И если вот этого импульса нет, я хочу. Я хочу здесь вам донести вот это «я хочу» и желание не в пошлом виде, не в виде разврата какого-то, не в виде, что мне на других всё равно, да, в виде вот этой искры, искры интереса. И когда этой искры интереса нет, то есть первая привычка делать то, что скажут другие, и ориентироваться на то, чтобы пришёл кто-то, кто скажет, как тебе жить, что тебе делать, о чём тебе мечтать, что реализовывать. Либо проблемы. Когда вы остро понимаете нехватку чего-то. Когда кушать не на что, конечно, вы пойдёте с этим что-то решать. Когда уже поставлен какой-то диагноз, вы идёте с этим что-то решать. Когда у вас что-то не получается, вы идёте с этим что-то решать. По идее, у желаний механика та же, надействие, импульсное действие. Только есть морковка спереди, а есть морковка сзади. Вот желание — это морковка спереди, когда вы идёте к чему-то. А проблема — это морковка сзади, когда вы убегаете от чего-то и срочно что-то, какую-то недостаточность пытаетесь решить. Суть одна и та же, казалось бы, внешне. Вы что-то делаете, что-то предпринимаете. Только корневая мотивация разная. Так и есть. Я создаю себе долги, чтобы зарабатывать, а не то, чтобы, да, вот желание, чтобы зарабатывать. Угу. Нет, ну конструкция — это в целом рабочая. Да, работает же. Да. Кто привык проблемами себе стимулы для жизни находить? Вот, молодцы. А как по-другому? Так. Как себя фигура Валентины чувствует? Мне как-то очень пусто и тоскливо. Такая какая-то грусть, как скорбь, что ли. Скажи, я забыла, что я хотела. Я забыла, что я хотела. И о чём я мечтала. О чём я мечтала? Я много раз предавала свои мечты. Я много раз предавала свои мечты. И делала то, что мне скажут. И делала то, что мне скажут. Потому что это был мой способ выжить. Потому что это был мой способ выжить. Гражданка проблемы. Как вы себя чувствуете? Я себя чувствую замечательно. Моя фигура очень объёмная. Мне стало скучно в какой-то момент. Я жду, когда мы уже будем веселиться. Мне очень откликается всё, что говорят другие фигуры. Но моей фигуре хочется веселья. Я вот тоже жду, когда мы уже начнём веселиться. Скажи, я признаю и принимаю? Я признаю и принимаю. Что в какой-то части меня? Что в какой-то части меня? Очень скучно жить. Очень скучно жить. Скажи, я развлекаюсь проблемами. Я развлекаюсь проблемами. Скажи, мои проблемы? Мои проблемы. Веселее? Веселее. Чем мои желания? Чем мои желания. Я даю этому место? Я даю этому место. Да? Мне стало повеселее. Интересные у тебя карусельки? Только они часто стоят много Такие, что-то мне стало скучно А давайте-ка разрушим отношения Все равно скучно, давайте долги Что-то как-то все равно не весело А может, мы поразвлекаемся какой-нибудь Санта-Барбарой Чтобы он, а она, а потом они И все вместе А там такое И знаете, кто всех убил? Дворецкий Да, в целом презентация рабочей конструкции закончена Пользуйтесь на здоровье Вам хватит на много лет жизни Там много серий Лет на 20 хватит А потом можно будет с первой серии Потому что потом все равно забудешь, чем там все закончилось Да? И как тебе? Я очень устала Это побочный эффект Есть такой момент, да Проблемы, они очень веселые Невероятно развлекательные Но утомляют Потому что вы свой ресурс тратите снова и снова На повторение этих циклов Там нет такого, что вы вложили свои силы и энергию ресурсы И это выросло, стало побольше Потом вы взяли, вложили еще раз И оно подросло и стало побольше Вы как бы все время обнуляетесь Такие хоп, решили И просто, чтобы сделать Как было до этого Там, заболели Выздороветь Попали в долг Заплатили долг Там Проблема возникла Решили, но вы в целом-то Как будто все время в той же точке Остаетесь Скажи, и похоже на то И похоже на то Что какая-то часть меня Что какая-то часть меня Привыкла Привыкла Обнуляться Обнуляться Я даю этой части места Я даю этой части места Скажи, все, что я нарабатываю Все, что я нарабатываю Я потом обнуляю Я потом обнуляю Я даю этому место Я даю этому место Я вчера прилетела в Москву И первым делом пошла на нулевой километр Встала и сказала Все, я начинаю с нуля Я тебе страшную тайну открою Вот если посмотреть В историю города Москва Конечно там разные исторические события Были и сожжения И захваты И какие-то вот истории Но Хоть там и есть нулевой километр Но она только разрастается Становится больше Перестраивается Но становится больше Понимаешь Нет такого Что все снесли под основание Там и даже в решении проблем Есть очень полезная штука Которая называется опыт И чтобы не обнуляться каждый раз Как говорит мой товарищ Юля, ну хоть грабли не забыли пронумеровать И вы когда в проблемы какие-то заходите То результатом их решения Должен быть в том числе опыт Который вы получили Грабельку пронумеровали И больше туда не наступаете А то у вас начинается Ламбада, да? Или как этот танец называется? По одним и тем же граблям Сальса? Ну вот Любите вы потанцевать Что с тобой происходит? У меня все хорошо Я должна Я должна быть в поле зрения Скажи, мне очень страшно Мне очень страшно Расстаться со своими проблемами Расстаться со своими проблемами Они мне дороги, как память Они мне дороги, как память Там было столько веселого Там было столько веселого Столько интересного Столько интересного Опыта Опыта Который я оттуда не забираю Который я оттуда не забираю Давайте еще одну фигуру выберем Фигуру опыта Фигура опыта А вот Красивая девушка опыта Красивый опыт А я приехала вчера за наградой Топ 100 самых красивых женщин России Получила корону и премию Молодец И вот все тут такие красивые у меня Так, как ты себя чувствуешь? Да, я отошла, когда вот эта фигура сюда приблизилась И мне почему-то захотелось подальше от нее встать Но она потом сама тоже отошла Как ты себя чувствуешь? Легче Уже нет этого дикого сердцебиения Дыхания Как-то спокойнее, как будто бы здесь А видишь вот ту фигуру? Да, она мне жутко неприятна А вот эта? Это менее неприятно Гораздо менее Просто не хочется стоять рядом А от той бы я, наверное, вообще убежала Скажи, я признаю и принимаю? Я признаю и принимаю Что я себя здесь? Что я себя здесь? Среди людей? Среди людей? Чувствую одиноко Чувствую одиноко Мне практически ничего не нравится Мне практически ничего не нравится Я даю этому место Я даю этому место Заходите Здравствуйте, Юлия Как вас зовут? Меня зовут Юлия Побудьте, пожалуйста, фигурой опыта Хорошо Мы сделаем небольшой фокус Из фигуры проблем Вытащим отдельно фигуру опыта Того ценного опыта Который ты получил Те навыки, которые ты получил Посмотри на фигуру проблемы Скажи Я вас благодарю Я вас благодарю За то, что научили меня За то, что научили меня Жить свою жизнь Жить свою жизнь Если бы не вы Если бы не вы Я бы не знала, как тут всё устроено Я бы не знала, как тут всё устроено Но именно через вас Но именно через вас Я стала такой Я стала такой Какая я есть Какая я есть Именно через вас Именно через вас Я получила те награды, которые у меня есть, только я не могла отличить проблемы от наград, проблемы от опыта и проблемы от себя. Мне казалось, что вы и есть весь мир, что весь мир — это одна большая проблема, которую нужно решить, и я даю этому место. Вот я смотрю на неё, она вот как вот в глаза, прям вот просто мир, я провалилась туда в её глаза, вот так и есть. Хорошо. Как ты себя чувствуешь? У меня вот в глазах как раз странное такое ощущение, как будто бы давление очень сильное, как будто бы вот они хотят. Чего бы ты хотела? На данный момент жизни я буквально две недели назад организовала свою компанию, назвала её WebAsistems. Хочу систему свою наладить. Чтобы что? Чтобы всё было в жизни гармонично, и все сферы жизни нормально работали, без проблем. Скажи, я признаю и принимаю, что в моей жизни уже всё гармонично, и я даю этому место. Скажи, и оказывается гармония? И оказывается, гармония выглядит именно так. Выглядит именно так. Это я сопротивлялась? Это я сопротивлялась? И думала, что мне нужно всё исправить? И думала, что мне нужно всё исправить. Но оказывается... Но оказывается... Но оказывается... Что в мире уже всё идеально? Что в мире уже всё идеально? И уже всё гармонично? И уже всё гармонично. Скажи, я признаю и принимаю? Я признаю и принимаю. Что у меня уже гармоничные отношения? Что у меня уже гармоничные отношения? Просто они отличаются от того, как я себе придумала, что должно быть. Когда вы заказываете себе гармонию в жизни, знайте, что ваше желание уже исполнено. У каждого человека в каждый момент времени уже всё гармонично. Просто ваше представление о гармонии не совпадает с тем, как есть. И заказывая гармонию, вы заказываете не свою фантазию, а, собственно, всё, как есть на самом деле. Что ты хочешь. Я тебя буду пытать до последнего, пока ты мне не сдашь шифры и пароли, и мы не выясним, чего ты хочешь. Это самый простой вопрос и самый сложный, мне кажется. Я хочу определиться в жизни. Я переезжаю уже много тысяч раз в разные города, в разные квартиры. Сама создаю проблемы, чтобы меня выгоняли. Хочу определиться с местом жительства, построить дом и создать семью. Ладно. Скажи, я признаю и принимаю, Я признаю и принимаю, Что внутри меня есть часть, Что внутри меня есть часть, Которая считает, Которая считает, Что я слишком сильно, Что я слишком сильно, Отличаюсь от других людей. Отличаюсь от других людей. Я даю этому место. Я признаю и принимаю, Я признаю и принимаю, Что какая-то часть меня, Что какая-то часть меня, До сих пор не может принять, До сих пор не может принять, Что я родилась в женском теле, Что я родилась в женском теле, И я даю этой части место, И я даю этой части место, Я признаю и принимаю, что я себя чувствую очень одиноко среди людей, и я не чувствую себя частью общества, и я даю этому место. Я принимаю этот опыт ровно по той цене, по которой он мне достался, и даю этому место. Давайте я немножко объясню, что происходит, чтобы это уложилось вообще в голове. Что происходит с Валентиной? Валентиной. Все чувствуют себя другим, инаким, особенным, не таким, как все, отличающимся от других детей. И это отличие может быть во многих аспектах. Такому ребёнку могут говорить, что ты как будто не с этой планеты, ты не можешь быть как нормальный ребёнок. Вот все нормальные дети, а ты — вот это противопоставление, что есть нормальные дети и есть нормальные люди, а есть вот ты. И человек, взрослее, чувствует себя глубинно очень одиноким. И в его речи можно услышать даже такое противопоставление себя и других людей. И этот человек может говорить даже такие фразы, что «я не понимаю этих людей», «я не могу найти своих», «я какой-то не такой», «я другой», «я инакий». Вот эта глобальная диссоциация себя от человека, себя как вида человека и себя от всех остальных людей, от всего остального общества. «Я не такой», «я как будто с другой планеты», «я не могу найти своих», «никто меня не понимает», «я везде чужак», «я как инопланетянин», «я как будто бы инакий». И эти люди могут свою вот эту инакость подчёркивать разными способами. Кто-то подчёркивает это необычной футуристичной одеждой. Все одеваются там брюки, костюм, рубашка, а у него какая-то плёнка, клеёнка, какие-то перья, что-то прям яркое, необычное. Или у всех обычная обувь, а у неё там завороты какие-то, петли интересные, космические бахилы практически. Бывает, что человек свою вот эту инакость подчёркивает через цвет волос. И обычно у людей в их естественной природе волосы русые, тёмные, светлые. А эти люди делают кислотно-зелёные, ярко-фиолетовые, или все цвета радуги, или кончики оранжевые, или прям ярко-розовые. То есть этот человек, он бессознательно, всячески хочет показать вот эту инакость. Что все не рождаются с кислотно-розовыми волосами, а вот у меня есть. И ботиночки у меня необычные. И я чувствую себя инаким, я не такой, как все. Но в этом всём я чувствую себя очень одиноким. Одиночество в толпе. И вот это глубинное чувство одиночества, невозможность соединиться со всеми людьми. Да ладно, со всеми людьми, даже с ближайшими людьми, с кем ты строишь отношения. Люди вроде бы вместе, но они чувствуют огромную дистанцию. Они не могут никак вот... И это не решается количеством часов, проведённых вместе, или глубиной разговоров. Но вот эта дистанция, она везде есть. И тогда эти люди, они не могут нигде остановиться. Они не могут ни в одном месте закрепиться, сказать «это мой дом». Потому что везде он как чужак. Ведь дом — это для людей, для обычных земных людей. А я-то инакий, и значит, у меня нигде нет дома. И давайте я вам объяснила вот это понятие, да, вот этой инакости, отчуждённости. Кому это близко? Кто понимает, что это... У нас что, тут слёт инопланетян? Ты всех своих привезла, да? Да. Но давайте, чтобы это было по-земному, по-понятному. Я это буду просто называть словом, как будто инопланетянин, да? Но иметь в виду вот эту инакость, отчуждённость «я не такой, как все, я себя чувствую другим, я себя чувствую одиноким». Да, просто вот этот некий собирательный образ мы добавим в этот термин. Это не значит, что я там «привет-привет», «аллё», «космос», «космос», «связь» нет, не про это. Мы на Земле с вами находимся. Скажи, я признаю и принимаю свою инопланетную часть и даю ей место. Я принимаю этот опыт ровно по той цене, по которой он мне достался. Я признаю и принимаю свою земную часть и я даю ей место. Тут сложнее. С инопланетной по-прощему. Я признаю и принимаю. Тут по-другому нельзя. Свою земную часть. Иначе на опыты заберут. Да? Да. Скажи, больше всего? Больше всего? Я не хотела в себе признавать? Я не хотела в себе признавать? Свою обычность. Свою обычность. Я не хотела быть похожими? Я не хотела быть похожими? На других людей. На других людей. Я даю этому место. Я даю этому место. Скажи, я признаю и принимаю? Я признаю и принимаю. Что я нигде не чувствую себя как дома. Что я нигде не чувствую себя как дома. Поэтому часто переезжаю. Поэтому часто переезжаю. И я даю этому место. И я даю этому место. Так. А можно вас позвать? Как себя чувствуешь? А когда Валентина говорила про инаковость, у меня такое нервное напряжение в перемешку с агрессией, мне хотелось ходить. Просто здесь, как льву в клетке. Я думаю, ну ладно, стой. Просто хотя бы переминайся. Потом, когда ты уже говорила, мне так спокойнее, спокойнее, спокойнее. Ну и сейчас как-то так ровно. Скажи, и похоже на то? И похоже на то? Что я себя здесь на земле? Что я себя здесь на земле? В теле человека? В теле человека. Чувствую, как в клетке. Чувствую, как в клетке. И я даю этому место. И я даю этому место. Я принимаю этот опыт? Я принимаю этот опыт? Ровно по той цене? Ровно по той цене? По которой он мне достался? По которой он мне достался. Скажи, и похоже на то? И похоже на то? Что единственный стимул? Что единственный стимул? Оставаться здесь на земле? Оставаться здесь на земле? Это решать проблемы. Больше меня здесь ничего не держит. Я даю этому место. Граждане инопланетяне, вы бы устраивали слёт где-нибудь в других местах. Приличное место, человеческое, по билетам. Вход платный. А вы тут устроили шабаш. Как ты сейчас себя чувствуешь? Грустно. Скажи, я признаю и принимаю? Я признаю и принимаю. Что какая-то часть меня потеряла все смыслы. Я даю этой части место. Скажи, а человеческие смыслы для меня слишком примитивны? Скажи, мне неинтересно жить в человеческих смыслах. Это всё слишком просто. Это всё слишком просто. Скажи, машина, квартира. Машина, квартира. Отношения вот эти непонятные. Отношения вот эти непонятные. Скажи, мне вообще это всё неинтересно. Мне вообще это всё неинтересно. Я даю этому место. Я даю этому место. что делать будем ждать звездный десант корабль скажи похоже на то и похоже на что мне придётся что мне придётся жить жить человеческую жизнь человеческую жизнь Скажи, здесь такие законы и такие правила, я либо с ними соглашаюсь, либо так и недолго отъехать головой. Скажи, некоторые так делают, кто не готов справиться со своей инакостью. А кто-то нормально адаптируется в человеческой жизни. И я даю этому место. Трясется внутри, не могу. Так бывает. Ну, полегче стало, когда все сказали, что мы такие же. Что я так винят. А мы другим билеты не продаем, понимаешь? У нас там кастинг на входе был. И что происходит, смотрите, когда человек изначально себя чувствует в глубинном одиночестве, думая, что он инакий, и что среди людей его никто не понимает, что нет ни единой души, кто его способен понять. Когда мы признаём эту часть, регализуем её, то идёт такое внутреннее расслабление у человека. Фух, мне можно быть другим. Тебе можно быть другой, понимаешь? Ура! И в момент, когда тебе можно быть другим, непохожим на остальных, это не значит, что с остальными нужно разрывать связь. И потом выясняется, что среди тех других тоже есть люди, кто чувствует себя одиноко. И они тоже себя чувствуют другими, какими-то необычными. И тогда, когда ты замечаешь, что людей в глубоком одиночестве их много, ты начинаешь понимать, что ты никогда не остаёшься одна. Понимаете, да, какая вот, казалось бы, нелогичная штука, но при этом потрясающе логичная. И тогда появляется доступ вот к этому присоединению, контакту с другим человеком. Полегче стало. Спасибо. Так, проблемы с опытом. Ты с желаниями, но немножко в отлёте. Товарищ космонавт, давайте возвращаться. Как ты себя чувствуешь? У меня какое-то такое смирение пассивное. Скажи, и какая-то часть меня до последнего будет против до последнего будет против признавать в себе свою обычность и свою человеческую часть. И я даю этому место. Скажи, на этой энергии сопротивления на этой энергии сопротивления я делала очень многое в жизни. Я делала очень многое в жизни. И мне кажется, что если я соглашусь и мне кажется, что если я соглашусь что я обычный человек что я обычный человек то я потеряю доступ к своей силе то я потеряю доступ к своей силе и к своей уникальности И к своей уникальности. Я даю этому место. Я даю этому место. Объясню вам, что вот это чувство инакости и противостояния другим людям давало заряд энергии противодействия, что вот эта борьба с остальными людьми. И вот эта борьба с остальными людьми давала энергию, и на этой энергии человек что-то делал. А если, значит, эту борьбу убрать, принять, что я такой же человек, как и остальные, а где тогда бензоколонка? Где энергию-то брать? Это же что, если убрать эту инакость, её признали, выяснилось, что я такой же человек. А от чего питаться-то, на чём действовать? Скажи, я признаю и принимаю? Я признаю и принимаю. Что я привыкла брать энергию? Что я привыкла брать энергию? Через борьбу. Через борьбу. И я даю этому место. И я даю этому место. Я признаю и принимаю? Я признаю и принимаю? Что внутри меня есть часть? Что внутри меня есть часть? Профессиональный боец. Профессиональный боец. Я даю этой части место. Я даю этой части место. Скажи, я привыкла бороться? Я привыкла бороться. А если не с кем? А если не с кем? То я создам. С чем я могу бороться? Главное — продолжать бороться. Скажи, борьба — это наше всё? Борьба — это наше всё. Это мой источник энергии. И я даю этому место. Скажите, Юля сейчас заберёт все источники бензоколонки, значит. Борьбу забрала, с проблемами, значит. Что-то вообще, а что делать-то? Надо изобрести фигуру альтернативного топлива. Да? Как ты себя чувствуешь? Забавно. Легче. Как тебе та парочка? Они, если что, всегда в доступе. Там уже трансмагистраль у тебя протоптана. Понимаешь? Это нейронная связь. Она такая моментально работает. Тю-тю-тю. Ты, смотри, ты, если что, ты не беспокойся. Я твои проблемы никуда не заберу. Они вот, они всегда тебя ждут. Такие, надо развлечься. Пожалуйста. Что-нибудь новенькое. Да мы здесь. Новые смыслы. Да что пожелаете? Я у тебя их никуда не... Вот они, ручки. Я их даже никуда не перемещаю, понимаешь? Они всегда с тобой. Я тебе просто предлагаю альтернативное топливо. Ну, такое помягче, понимаете? Побережнее, помягче. Топливо тоже классное, просто другого качества. Это вот есть бензин 92-й, есть 95-й, есть соточка. Золото есть 999-й пробы, а есть 750-й разбавленный. Вот это, это 92-й бензин. И золото 750-й пробы. Я тебе просто предлагаю бензоколоночку другого качества. Если что, ты можешь вернуться. Но двигатель может недолго проработать вот на таком типе энергии. Как вам? Нормально? Отличный план. Но улететь обратно не получится. Так. Как ты себя чувствуешь? Очень хочется звать, сдерживая себя из последних сил. И когда была тема, были слова про потерю силы, захотелось переместиться на это место. И легкое головокружение. Скажи, я очень боюсь, что мои желания будут слишком нестандартные. Я даю этому место. И я даю этому место. Скажи, я признаю и принимаю? Я признаю и принимаю. Что мне нельзя было хотеть... Что мне нельзя было хотеть... Чего-то нестандартного. Чего-то нестандартного. И я даю этому место. И я даю этому место. Как ты сейчас? Полегче уже А чего бы ты хотела? Ну вот не идут мне обычные людские желания А можно необычные? Давай пофантазируем Может какую-то выставку открыть? Или изобретение какое-то сделать? Я вообще хочу выкупить поместье которое когда-то раскулачили в своем поселке в родном и там что-то построить, какое-то производство чтобы это был семейный какой-то бизнес Тянет на родину Я сопротивляюсь, а меня тянет Я же говорю, что переезжал уже четыре города сменила А где твоя родина? Под Валкоградом поселок Иловля И там поместье? Оно там есть? Ну это территория, которая раньше была наша, да, родовая Потом взяли, отобрали, раскулачили и раздали этот Скажи, я признаю и принимаю? Я признаю и принимаю Всех тех в моем роду? Всех тех в моем роду Кто потерял свой дом? По которой он мне достался? По которой он мне достался? Ровно по той цене? Я признаю и принимаю Я признаю и принимаю Я признаю и принимаю Всех тех в моем роду? Всех тех в моем роду? Всех тех в моем роду? Кто потерял свой дом? Кто потерял свой дом? Кто потерял свой дом? И я даю им место? И я даю им место? И я даю им место? Я принимаю этот опыт? ровно по той цене, по которой он мне достался. И какая-то часть меня приняла решение ничем не обладать никаким имуществом. Потому что когда ничем не обладаешь, ничего не потеряешь. Я даю этому место. Я признаю и принимаю, что когда-то я отказалась от своего имущества от своего дома и от того, чем я обладала для того, чтобы выжить. И я даю этому место. Я принимаю этот опыт ровно по той цене, по которой он мне достался. Класс! Так много изгнанников, да? Так, мне нужна фигура поместья в деревне Иловля. Так. Ну ладно, иди сюда. Заметьте, что это первое конкретное желание, которое ты обозначила. Ни гармония где-то там. Ни счастье во всем мире. Вот такое конкретно хочу поместье вот там-то. Это уже похоже на зимные желания. Привет! Здравствуйте! Побудь, пожалуйста, фигурой поместья в деревне, в родовой Иловля. Хорошо. Как тебя зовут? Анна. Скажи, какая-то часть меня какая-то часть меня боится боится что меня по координатам деревни что меня по координатам деревни распознают распознают. Я даю этому место. Я даю этому место. Мы никому не скажем в какой деревне и где под каким Волгоградом она находится. А деревня родовая по какой ветке? По маминой. Да, заметно. Так. Как ты себя чувствуешь? У меня такое оживление, как только Анна вошла. Мне так пристально. Я даже отодвинулась, чтобы ты не загоражил. Мне так прям хотелось на нее смотреть. Потом она сюда ушла. И мне так вроде бы хотелось за ней пойти. И я стою пока выжидаю. Угу. Скажи, и какая-то часть меня и какая-то часть меня очень тоскует очень тоскует по моему дому по моему дому и по моей родине и по моей родине. Я даю этой части место. Я даю этой части место. А можно я тоже туда пойду? Пожалуйста. Разве я могу помешать воссоединению этой беглянке со своим домом? скажи, я признаю и принимаю я признаю и принимаю всех тех в моем роду всех тех в моем роду Для кого родина, дом, родной дом превратились в смерть. И я даю им место. Скажи, и какая-то часть меня боялась умереть, если я вернусь домой? Я даю этой части место. А какая-то часть меня мечтает вернуться домой. И я даю этой части место. Встань, я тебе покажу кое-что. Повернись. Вот так, вот так, вот так. Ты посмотри, какая у них там любовь. Они стоят у тебя за спиной. И вздыхают. Такие красивые все. Глаза прям блестят. Мне нравится. А можно дом позвать сюда? Вот дом, Иловля, вот эта вот родина. Идите ко мне, девушки. И вот на комфортном расстоянии друг напротив друга в глазки посмотрите друг другу. Скажи такую фразу. Я могу. Я могу. Вернуться домой. Вернуться домой. И это мое место. И это мое место. Как ты себя чувствуешь? Мне поспокойнее стало. Скажи, там все? Там все. Наши? Наши. Там моя родина. Там моя родина. Скажи, и где бы я ни находилась? И где бы я ни находилась? В этом месте моя родина. В этом месте моя родина. Как ты себя чувствуешь? Мне хочется ее слушать, видеть и любовь дарить, давать. Скажи, я твой ресурс. Я твой ресурс. И у нас с тобой всегда будет связь. И у нас с тобой всегда будет связь. Скажи, где бы ты ни находилась? Где бы ты ни находилась? Я твоя опора. Я твоя опора. Знаете, родовое поместье, избушка, домик, в родовой деревне, это ваше персональное место силы. И там очень сильный канал связи. Для других людей это место может вообще ничего не значить. Это может быть три домика, маленькое село, которое еле находишь на карте. Но именно у тебя глубочайшая связь с этим местом. Потому что оно родовое. Это родина. И никакими Мальдивами или Дубаями и самыми красивыми местами мира вы не замените вот эту связь. Это может быть непрестижно. Это может быть, не знаю, даже социально незначимо, казалось бы. Но конкретно для тебя, для твоего сердца это очень важное место. Это, знаете, вот как точка входа на карте. Можно я скажу? Я всегда, когда вот где бы ни находилась, всегда, когда мне плохо, я всегда приезжаю туда, в свой посёлок, хотя бы на полдня. И мне становится гораздо легче. Я там беру ресурс, иду дальше. Так и есть. Выкупи там землю. И построи свой домик. Пусть это будет сначала, не знаю, банька, четыре стены. Да, блин, хоть этот, как его, вагончик пригони, ну, приобретя до этого, да, этот участок. И это будет твоё место силы. А если ты сможешь ещё и приобщить родственников, братьев, сестёр, фотографии родственников, воспоминания, то это будет тебя питать ещё сильнее. Родственники уже ждут, когда я перееду и что-нибудь там создам. Они все готовы помогать. И я приеду. Два раза в год туда езжу. Выловлю. Она там идёт. Она там идёт. Интересно. Помогу вагончик подвинуть, куда надо. Стоило прилететь в Москву, чтобы найти своих, да? Чтобы узнать, как улететь обратно. А знаешь, в этих хаммитаниях же живёт огромное количество людей. Ищут, где моё место, где место получше. И тянутся за какими-то социальными красивыми картинками. Что вот, говорят, вот там красивая страна. Или о, какой город красивый. Лишь бы немой. Вот тот, который немой и далеко, вот самый красивый. Но тут же по-другому работает. Тут химия, понимаешь, тут связь. Вот как вот с мамой, с матерью. Вот какая бы мама ни была, но она твоя мама. Вот она твоя. Другие могут быть моложе, красивее, образованнее, статуснее. Но твоя. Она твоя, понимаешь? И ты вот это вот что? Это же моя. Вот как дети твои, да? Они могут быть любыми, но они-то твои. И вот здесь вот это чувство связи с Родиной. Оно будет давать тебе силы. Можете обняться. Знаете, можно заземляться проблемами и организовать себе невероятно интересную, увлекательную и, как мы выяснили, веселую жизнь. И хватит на десятки лет. Это тот же способ, это тот же вариант. Но только он истощает, и он не даёт чувства единения и силы. Вот эта разрозненность с остальными людьми, чувство одиночества, инакости. А оттуда же вытекает ряд других проблем. Проблема во взаимоотношениях, невозможность построить дружбу, парный союз, семью. Ты ничем не обладаешь и нигде не чувствуешь себя своим. Это всё цены такого образа жизни, такого стиля. Когда ваши желания становятся более конкретными, более земными, у них больше шансов исполниться. Вы хотя бы можете заметить, что вот было-стало. А то с гармонией такая история, что если нет конкретной зацепки, как её определить, что вот было как будто бы не гармонично, а стало гармонично. У каждого это будет что-то своё. Любите свою семью, цените свою родину, цените место, где вы родились. Там у вас много силы. Спасибо вам большое и до новых встреч. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok